Работники старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. При этом назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования. Напомним, ранее Минтрут рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. Те, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, теперь смогут получить больничный. Согласно нововведениям, работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. Эти пособия рассчитают по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в стопроцентном размере. Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше обязаны сообщить своему работодателю по телефону, по электронным каналам связи о том, что он, воспользуясь правами, предоставленным постановлением правительства Российской Федерации, реализует и находится на карантине, самоизолировался, находится по месту проживания и хочет на сегодняшний день получить больничный. А работодатель нам присылает сведения тоже по электронным каналам связи для того, чтобы с учетом его заработка за 14 дней, а именно с 6 по 19 апреля включительно, мы будем ему выплачивать пособия. Поэтому мы сейчас связываемся с работодателями. Они нам сверяют списки своих работающих граждан и все работающие лица, которые находятся сегодня на самоизоляции, кто не находится в ежегодном отпуске, может, например, у какого-нибудь работающего человека период совпадать с 6 по 19 апреля с ежегодным отпуском. Вот они, например, никакие больничные не должны получать. Им, например, отдельное получение пособия по времени труспособности в этом случае не предусмотрено, поскольку оплата уже за те дни, которые попадают на 6 и 19 апреля, уже работодателям произведены. Вот по республике у нас более 10 тысяч работников, по данным наших страхователей, являются в возрасте 65 лет и старше работающими, и поэтому мы готовы будем сегодня назначить и выплатить средства за счет Фонда социального страхования этим гражданам на их лицевые счета в банковских учреждениях, на которых они обычно получали свою заработную плату. В региональном отделении фонда работает горячая линия 30-39-09, для того чтобы могли граждане или работодатели получить соответствующую консультацию. Соответствующая информация размещена и на сайте регионального отделения фонда.